всем доброе утро сегодня у нас 11 июля 2024 год московская область я встала с утра пораньше в 5 утра пока не жарко и буду убирать чеснок вот я его уже начала убирать чеснок хороший крупный смотрите какой отличный вот так в руке если каждая головка по 100 грамм я взвешивала какие признаки признаки уже того что смотрите во первых чеснок растет 9 месяцев если вы сажали как я допустим 10 октября то прошло ровно 9 месяцев все его уже пора выкапывать потом вот нижние листики 3 нижних листочка сохнет это тоже признак но и стрелка стрелка выпрямилась контрольные стрелки я оставлял 2 3 вон даже 4 смотрю стрелка выпрямилась но не лопнула когда она лопнет это уже будет поздно вот стрелка выпрямилась в течение семи дней надо чеснок убрать вот я сейчас с утра буду его убирать и еще чтоб чеснок хорошо хранился не надо его сушить на солнышке у меня дровяник под крышей там свежий воздух тоже чтобы не не это не закрыт был доступ воздуха чтоб циркулировал но чтоб не было жарко не было на солнышке у него ожоги также чеснок убираем не трясем не стучим аккуратно если он будет друг об дружку стукать его то он не будет храниться совсем конечно желательно чеснок подкапывать у меня хорошо он бургается вот вот так я его вот так убираю пока на грядку положу не стучу складываю на грядку он немножко полежит и потом буду убирать очень глубоко луковица одна не знаю почему она так глубоко залезла я ее резанула резанула поэтому положу ее отдельно сразу использую я чеснок не мою положу его так он обсохнет сейчас я всю грядку уберу как-то один год я убирал чеснок прям в дождик пошел дождь я убирал он был весь грязный я его мыла ничего страшного он хорошо все равно хранился то есть если в вашем регионе сыра дожди то можно его помыть верхний вот это вот смыть у меня полежит обсохнет я его потом так пошелушу руками и все будет нормально мне неудобно подкапывать потому что у меня грядка такая с бордюром видите и лопату некуда развернуть поэтому мне приходится его убирать так вот одна застряла я ее стала подкапывать и повредила а вы смотрите если у вас грядки обычные вот такие насыпные то лучше всего подкопать вилами допустим у меня он так хорошо он дёртывается потому что видите огороженные грядки здесь лопату не воткнуть я его вот так тихонько он хорошо идёт о выдрала со стрелкой ну вот пожалуйста нисколько он не хуже что обычный чеснок что вот со стрелкой выбрался головка такая же поэтому вот говорят так не видно вам сейчас покажу вот смотрите вот вот без стрелки а вот это вот со стрелкой не глянула я выбрала и он практически одинаковый то есть я не вижу разницы убирать стрелки не убирать вроде бы уж как положено убираем а так луковица все равно формируется и практически такого же размера вот чеснок я убрала а смотрите оставила вот я сажала головками показывала но головки должны быть 3-4 зубчика не больше вот у меня сидит головка 4 зубчика сейчас я ее выдеру и мы с вами посмотрим ой ой она еще не не выдирается ой вот вот так если у вас нет места вот пожалуйста 4 полноценные луковицы и вот на другой грядке тоже у меня посажен вот так вот головками там еле выдрала левой рукой сейчас попробую здесь вот вот пожалуйста вот такие головки получаются вот еще еще такая же ой не могу только двумя руками никак не могу вот еще вот так вот они немножко как прижаты были вот видно их да что они вот так вот у меня им надо конечно место больше пошире их сажать а я их очень близко посадил друг другу но если вам не хочется некогда сажать по одному не могу сейчас попробую в прямом эфире вот он вот она головка ой чуть не упала ой вот все то же самое только нужно ой вот так четыре крупные полноценные головки во всех вот сколько сажала весь чеснок одинаковый совершенно одинаковый вот вот такие головки вырастают так что можно сажать целыми головками но только не там где много 6-7 зубчиков а выбирайте головки где 3-4 зубчика вот показываю поближе так что ну немножко они деформированы эти головки потому что они прижаты друг к другу но все равно вот такие хорошие крупные так что в качестве эксперимента пару головок посадите целиком посмотрите что у вас получится мне интересно я вот практикую такой вариант а еще я вам расскажу как можно обновить семенной материал вот эти коробочки семенные я не выбрасываю я их сейчас обрежу и сложу в какую-нибудь коробочку на газетку они полежат дозреют они хорошо дозревают коробочка эта семенная лопнет и там будут такие мелкие семена мелкие семена я вот так посеяла прям часто часто в отдельную грядку вот сейчас взяла совок и выкапываю чтобы вам показать так вот смотрите получается вот такие однозубки вот из этих семенушечек из мелких получаются вот такие однозубки они даже некоторые вот и вот эти вот однозубки а вот эти некоторые уже посушить надо уже там зубчики разделились и вот эти вот однозубки я их сажаю снова вот они они кругленькие здесь один такой кругленький зубчик можно пользоваться можно в заготовке вот даже есть покрупней вот буду тогда убирать весь покажу вам я их посушу и осенью как весь озимый чеснок я эти однозубки сажаю в грядку вот смотрите вот они тоненькие меленькие но я их елки зеленые оторвала видите из них уже получается головка да она маленькая вот из этих однозубков вот мне не имется да вот получается уже полноценная головка вот из этих на следующий год уже получится такая хорошая головка чеснока луковичка прям будет крупненькая так что вот имейте ввиду так обновляется семенной материал в них уже видите какие хорошие вот четыре зубца их можно смело посадить прямо вот так головками и вырастет большая полноценная головка так что вот все я вам рассказала буду я сейчас вот этот у меня пол грядочки такого мелкого буду я его сейчас убирать а этот весь я убрала осталось мне только отнести его в дровяник на просушку этот хороший если вам не хочется заморачиваться значит сажайте выбирайте крупные неповрежденные хорошо высушенные и сажайте под зиму все хорошие мои да и я не обрезаю ни мочку ни эти стебли не обрезаю положу и он будет у меня 2-3 недели этот чеснок сохнуть когда совсем мочка будет сухая тогда мы только обрезаем и поднимаем уже на чердак дальше на хранение и на просушку грядка у меня шестиметровая чеснока получилось очень много очень много ну и в конце немножко красоты все друзья мои всем пока всем здоровья счастья мира хорошего настроения вот у меня здесь еще раз свели вот такие вот ромашечки такие красавцы